Место по строительству нового кафедрального собора в Индии, а именно пустырю паровоза, в 2013 году выбирал лично первый митрополит Симбирский и новоспасский, ныне преснопамятный владыка Прокол. Он не дожил даже до начала этой грандиозной по местным меркам стройки. Фактически собор возвели за три года. И сейчас он по праву считается жемчужиной малинового края. С момента освящения храма, которое состоялось в мае прошлого года, это уже второй случай, когда на Индинской земле для соборной молитвы собираются все три архипасторя Ульяновской области. Назначенного меньше месяца назад на Симбирскую кафедру митрополита Лонгина встретили ключарь собора иеромонах Тихон и глава администрации Индинского района Александр Макаров. Владыка Лонгин впервые гостит как на Индинской земле, так и в Барышской епархии. Он вместе с епископом Меликесским и Чердаклинским Деодором по приглашению настоятеля собора епископа Барышского и Индинского филарета прибыли в Индзу, чтобы вознести сугубые молитвы Царицы Небесной в день ее рождения. В конце праздничной литургии все священнослужители и прихожане, принимавшие участие в богослужении, во главе с тремя своими архипасторами отправились в крестный ход вокруг храма. Останавливаясь у входа в собор, владыки поочередно окропляли всех святой водой. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И святая Богородица, спаси нас, и святаго Духа, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй. Уже зайдя в храм, высокопреосвященный Лонгин обратился к собравшимся с архипасторской проповедью. Владыка рассказал о смысле праздника и о том, что Господь послал нам Богородицу, как лестницу для спасения. Пречистая Дева неустанно молит сына своего Иисуса Христа за нас грешных. Также Владыка поблагодарил инзенцев за гостеприимство. Я рад возможности служить сегодня в этом замечательном храме, его престольный праздник, храм прекрасный. Я уже высказал Владыке человеку свое восхищение тем, как вот ему удалось поставить здесь такой замечательный кафедральный собор. Дорогой Владыка, высокопреосвященный Лонгин, очень приятно было, что вы приняли мое приглашение. Хочу вам принести в память вещь нужную, в движении Евангелия. Свой визит в Малиновый край высокопреосвященный Лонгин завершил в селе Оськино. Там по приглашению старейшего священника Ульяновской области, архимандрита Адриана, он посетил старинный деревянный храм Николая Чудотворца. Дмитрий Егорин ведет студию Барышевской епархии специально для Улправда ТВ.